В эфире служба новостей Саров 24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. День знаний 2018. Школьники Сарова отметили начало нового учебного года. Маленький разговор о большой моде. Дизайн-мастерская отдела вкуса приглашает горожан на фэшн уикенд. Атомный воркаут. На стадионе Икар прошли соревнования по силовому двоеборью. Далее расскажем обо всем подробно. 1 сентября в первые классы Саровских школ пошли более 900 первоклассников. Ряды десятых классов пополнили около 550 учеников. Самым востребованным среди школьников нашего города остается естественный математический профиль. По итогам прошлого учебного года лицей номер 15 вошел в топ-100 лучших школ России. У Ани Ежовой это 1 сентября особенное. Она не просто пойдет в первый класс, она будет учиться в той же школе, которую закончил ее старший брат, мама и даже бабушка. Выбор в пользу лицей номер 15 мама Аня, Ольга, сделала сознательно. Я думаю, что много будет у нас и праздников, и учебных мероприятий. В общем, здесь настолько замечательно организована вся работа и с детьми, и с родителями. 1 сентября день, который для некоторых школьников овеен грустью. Лето подошло к концу, а впереди домашние задания, уроки и оценки. Вспоминая свои годы, проведенные в стенах 15 лицея, Ольга Ежова признается, что тогда учиться было проще. И дело даже не в сложности школьной программы. За детей переживаешь больше, за их успехи, конечно, и радость выше, за их достижения, за их неудачи расстраиваешься больше. 1 сентября – это день, когда педагоги с большим воодушевлением отправляются на работу, чтобы увидеть, как изменились повзрослели мальчишки и девчонки за прошедшее лето. Встретить первоклашек и в последний раз на празднике осени увидеть выпускников. Мы без детей свою жизнь не представляем. Каждый учитель в любом случае 1 сентября ждет. Приходят новые дети, новые задумки, новые успехи, новые достижения. И, конечно, это праздник. Учеба в школе – дорога с двусторонним движением. Для первоклашек впереди много кропотливой и интересной работы над собой. Для учителей – возможность реализовать свои инноваторские задумки и покорить новые горизонты преподавательского мастерства. Житель старого района выпал из окна собственной квартиры. В 5 часов утра мужчина решил подышать свежим воздухом и открыл окно в одной из комнат. Не удержав равновесия, саровчанин упал со второго этажа. К счастью, пострадавший отделался незначительными травмами, и его жизни ничто не угрожает. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам полиции, расскажем в следующем репортаже. Сразу несколько случаев мошенничества в интернете зарегистрировали в Саровском УВД. Дело неприятное, но вполне рутинное. В одном случае хозяин машины BMW решил купить себе колеса и наткнулся на сайт с очень низкими ценами на интересующий его товар. Он перевел полную стоимость на счет онлайн-магазина, после чего тот пропал с горизонтов. Другой горе-покупатель свою посылку дождался. Правда, она его совершенно не обрадовала. В одной из групп интернета он заказал себе кроссовки Adidas за 8 тысяч рублей. Кроссовки пришли с бонусом. Мало того, что товар продавец ему отправил изрядно поношенный, так еще и вложил в кроссовки свои поношенные носки. Расстроенный молодой человек написал заявление в полицию. Довольно дерзкий налет на один из магазинов, торгующий спиртными напитками, на этой неделе совершили злоумышленники нашего города. 30.08.0038 зарегистрировано сообщение о том, что в магазине «Бристоль» по улице Димитрово было проникновение, выломана дверь. Злоумышленники отжали дверь и вынесли сейф с деньгами. В магазине установлены камеры видеонаблюдения. И сотрудникам полиции теперь придется отсматривать десятки часов материалов в надежде обнаружить зацепки. Сумму похищенного в полиции также не озвучивают. Магазин ждет ревизии, и только после этого владельцы смогут назвать точную сумму. Депутат Государственной Думы Александр Курдюмов посетит Саров с рабочим визитом во вторник 4 сентября. В планах народного избранника в том числе встреча с жителями города. Она состоится в Доме учителя по адресу улица Гагарина, дом 6, с 18 до 19 часов. Приглашаются все желающие. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан предупредили о возможном замутнении холодной воды. Как сообщили в Горводоканале, в ближайшие дни специалисты предприятия будут проводить плановые работы по промывке системы холодного водоснабжения. По этой причине в домах на улицах Садовой, Комсомольской, Чикалово, Ломоносово, Тимирязево, Менделеево, а также в Садовом и Комсомольском проездах возможно замутнение холодной воды. Промывку систем планируют завершить к следующему вторнику. Ходить в лес по-прежнему опасно. Как заявили в лесопарке, в связи с устойчивой теплой и сухой погодой, в зеленой полосе сохраняется серьезная угроза пожаров. Горожан прозят воздержаться от походов в лес. Случайно оброненная бутылка или непотушенная сигарета могут стать причиной сильнейшего возгорания. Напомним, сейчас в Нижегородской области действует запрет на посещение лесов. В случае поимки нарушителей ждут штрафы, а поджигателей и уголовная ответственность. Хоккеисты из нашего города стали серебряными призерами Кубка «Лада-2018». Он завершился в минувшую пятницу в Тольятти. Хоккейный клуб «Саров» одержал две победы из трех возможных, уступив лишь обладателю главного приза «Ижевской» и «Штале». Замкнул тройку призеров «Самарский» и «ЦСК ВВС». Первый домашний матч наша команда проведет в Ледовом дворце в воскресенье 16 сентября. Саровским хоккеистам предстоит сразиться с одной из сильнейших команд высшей хоккейной лиги «Питерским Динамо». Дизайн-мастерская «Дело вкуса» приглашает саровчан на первый в нашем городе фэшн-уикенд. 9 сентября во Всемирный день красоты на набережной жилого комплекса «Саровская ривьера» модели продемонстрируют эксклюзивные коллекции одежды дизайнера Елены Бабиновой в стиле спортивного шика и городской костюм в русском стиле. Подробности далее. У русского народного костюма давняя и богатейшая история. Натуральные ткани, свободный покрой, насыщенная цветовая гамма, ручная вышивка и аксессуары. Современные модельеры и дизайнеры одежды, вдохновившиеся образами русских красавиц, создают новые коллекции в русском стиле. Одну из таких смогут увидеть участники первого в нашем городе фэшн-уикенда в Саровской ривьере. Все привыкли, что модные показы в каких-то помещениях проходят. Но модно сейчас проводить их в местах самых неожиданных. Начало маленького разговора о большой моде в этом городе замечательном. 9 сентября, во Всемирный день красоты, любимое место отдыха горожан набережной реки Сатис превратится в настоящий дом моды. Зрители фэшн-уикенда смогут увидеть ярких моделей в костюмах и платьях ручной работы. И все это в неожиданной для дефиле локации на фоне современной архитектуры жилого комплекса «Саровская ривьера». Меня интересует тема урбанистики. Это самое, наверное, модное, что сейчас есть в мире. Города меняются, они дышат, они все более и более становятся живыми. И вот это место – это как такой пример того, как меняется город. Две коллекции и два совершенно разных взгляда на современную моду. На смену моделям в русском стиле придет спортивный шик. Какие неожиданные решения в этом модном сегодня направлении продемонстрирует саровчанным дизайнер Елена Бабинова, пока остается секретом. Соберется 25 красивых девушек. Вот они в принципе красивые от природы, это поразительно. Вы видите много красоты, много красивого в одном месте. У вас будет возможность сфотографироваться с этими девушками. Фэшн-уикенд в Саровской ривьере можно по праву считать главным модным событием этой осени в нашем городе. Праздник стиля и красоты не оставит равнодушным всех, кто следит за современными тенденциями в мире моды. Фэшн-уикенд пройдет на набережной жилого комплекса Саровской ривьеры в воскресенье 9 сентября в 3 часа дня при условии хорошей погоды. Парк культуры и отдыха имени Зернова отметил свое 70-летие. По случаю юбилея там прошла большая праздничная развлекательная программа для жителей города. Ее подготовили участники второго отраслевого фестиваля «Зато всем весело». На протяжении трех дней делегации из городов присутствия госкорпорации «Росатом» показывали зрителям свои игровые программы под открытым небом. В свой 70-й день рождения парк имени Зернова отпраздновал с размахом. Мыльные пузыри, песочные анимации, караоке и многое другое. Саровчане смогли насладиться выступлениями различных творческих коллективов, а также поучаствовать в конкурсах и получить за это сладкие призы. Мне все понравилось. Я танцевала и пела, и чубачупца получала, и жетона. Мне сегодня понравилось все, абсолютно все. Здесь и оркестр, и люди одетые. Вот, к примеру, там пекарь, грибы ходят. Здесь достаточно весело. Сегодня в парке строится новая детская площадка. В планах реконструкция набережной и появление лодочной станции. Но и это еще не все сюрпризы, которые ждут саровчан. В день 70-летия в парке имени Зернова появился новый аттракцион. Сегодня, в день 70-летия, мы с огромным удовольствием передаем в дар городу и парку, собственно, горожанам вот этот чудесный аттракцион. Это пони и тележка. Очень бы хотелось, чтобы все это добавило детских улыбок, радости и вот ощущение бесконечного позитива в нашем замечательном парке. В честь юбилея в парке прошел фестиваль «Зато всем весело». Команды из восьми городов системы «Зато» привезли в наш город 13 тематических программ. Одна из таких – «Воробьиная дискотека» была представлена аниматорами Ириной Сусловой и Татьяной Войновой из города Заречного. Участники фестиваля приехали в Саров обменяться опытом, получить новые впечатления и, конечно, поздравить парк имени Зернова с юбилеем. Мы пожелаем, чтобы ваш парк расцветал, процветал, чтобы как можно больше людей сюда приходило, чтобы получали такие же эмоции, которые мы сегодня получили. И, конечно же, чтобы к вам почаще приезжали гости, но и вы к нам тоже приезжаете. А самое главное – приятно учиться у таких тоже профессионалов, как и у ваших специалистов в городе Саров. С днем рождения, парк! Ура! На спортивной площадке стадиона «Икар» прошел финал атомного воркаута по силовому двоеборью. Участники соревновались в подтягивании на турнике и отжимании от брусьев. В финале турнира выступили 22 спортсмена из нашего города. С мастер-классами для любителей этого направления в Саров приехал вице-президент Федерации воркаута в России и титулованные спортсмены. Город Саров! Мы официально начинаем! Старт турниру дал вице-президент Федерации воркаута России Михаил Китаев и его коллеги по этой спортивной субкультуре Владимир Тюханов и Наталья Малеева. Гости выступили также в роли судей на первом в нашем городе атомном воркауте, цель которого – увлечь современную молодежь доступным спортом. Для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни, для того, чтобы люди стремились к самосовершенствованию, укрепляли свое тело и свой дух. Перед началом соревнования гости турнира показали саровчанам мастер-класс по различным направлениям воркаута – стритлифтинг и фристайл-бар. Михаил Китаев покорил зрителей и участников показательными выступлениями, главным элементом которых стали отжимания. Это является неотъемлемой частью воркаута. Это базовое упражнение, которое развивает вашу силу, выносливость. Участники соревновались в силовом довоеборе, подтягивании на турнике и отжимании на брусьях. Судейская коллегия строго следила, чтобы упражнение было выполнено правильно и не давало никаких поблажек спортсменам. Воркаутом молодежь нашего города занимается уже несколько лет и принять участие в турнире решили более 20 юношей и девушек различного возраста. Нельзя не считать это модным, когда посмотришь на тех людей, которые это показывают. Это действительно красиво, это действительно модно, это стильно, это современно и этим хочется заниматься. Соревнования атомной воркаутной кари превратились в настоящий праздник физкультуры и спорта. Рядом с площадкой для уличных гимнастов юные спортсмены Центра внешкольной работы предлагали всем желающим попробовать свои силы в гиревом спорте, армрестлинге и аэробике. Первый турнир показал, что у воркаута в нашем городе есть будущее. Футбольный клуб Саров провел домашнюю игру со Спартаком и с Богородском. В прошлом сезоне наши спортсмены едва не лишили соперников титула чемпионов, разгромив их на своем поле со счетом 4-1. А в этом году саровчане одержали победу над Спартаком уже в первом выездном матче. О том, как прошла очередная домашняя игра в рамках чемпионата области, расскажем далее. Первые 20 минут первого тайма команды шли на равных, но в итоге спортсмены футбольного клуба Спартак захватили инициативу и забили в ворота саровчан сразу три гола. Отыграться в первом отрезке нашим спортсменам не удалось. На перерыв команды отправились со счетом 0-3. Не хватает скорости и самодачи. Ну как-то они играют вяло, ну просто непонятно. Не хватает сложной игры в атаке, я думаю. И, наверное, немножко везения не хватает. Вот было пару хороших ударов, но уже близко. Я думаю, во втором тайме обязательно будет гол. Я жду во втором тайме хотя бы один гол, ну а лучше три. Свой первый мяч спортсмены футбольного клуба Саров смогли забить только в середине второго тайма. Но спустя несколько минут соперник вновь атаковал наши ворота и забил еще два гола. Итог матча 1-5. Откровенно говоря, такого настроя я давно не видел. Без зубы, без ответственной игры. Мы, в принципе, хотели сегодня Богородскую дать Богу. Но видите, проблема с составом. Вот я не знаю, если мы соберемся все вместе, то я думаю, что мы должны исправить ситуацию. Ну, по крайней мере, вот эти последние игры, процентов, наверное, 60 мы должны выиграть. Команда из Богородска – лидер чемпионата области прошлого года. Сегодня «Спартак» находится на четвертой строчке турнирной таблицы. Но бороться за призовое место они намерены всерьез. Сегодня их главная задача – догнать лидеров чемпионата «Арзамасский шахтер». В каждом матче, как сегодня, начать с победы, выигрывать. А дальше уже есть, наверное, команды, которые могут сделать осечки, лидеры, ну и догнать. А там уже, как говорится, в конце будем считать очки. Следующий матч футбольный клуб «Саров» проведет дома 8 сентября. На своем поле спортсмены примут футбольный клуб «Уран» из Дзержинска. Начало игры в 15.00. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.